И все привет, ребят, с вами Мастербайн Костюнь, записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен разговорной тематике. Вместе с вами мы обсудим долгожданное обновление, которое скоро выйдет уже на основные сервера. И это обновление связано с пробитвами. Об этом всем уже рассказали в нашем видеоблоге в пятницу. И сегодня мы вместе с вами послушаем, что же там сказали. Дальше я выскажу свою позицию по этому поводу. Ну и, возможно, закину какой-то еще дополнительный инсайдик. В целом, что я могу сказать сразу, да, то есть еще не смотря... Я уже, в принципе, это и смотрел, просто мы сейчас на видос еще разочек посмотрим, что же нам там сказали. Про битвы полноценно возвращаются. Вы все помните те самые старые, замечательные 2016-2017 года, когда я и многие ребята играли в пробитвах, в CTF-очках. Но даже я бы сказал не то, что пробитвы. ББП бои. Старые, добрые, замечательные ББП бои. Когда можно было поформить безумно большое количество кристаллов. Побемсить, понаваливать. И не надо было заходить ни в какие матчмейкинги, да. И все это, наконец-таки, наконец-таки у нас в игру вернется. Поэтому давайте сначала послушаем, что же у нас сказала Маша по этому поводу в видеоблоге. Ну и, возможно, в каких-то моментах я буду стопать, говорить, что я думаю по этому поводу. В принципе, здесь не так много, поэтому обсудим все, что здесь есть. Девушки отдыхают. Замечательные усилия для модернизации пробитв, чтобы соответствовать этой новой философии. Теперь в пробитвах будут убраны жесткие ограничения на зарабатывание опыта и кристаллов во всех форматах. И повышены фонды, чтобы лучше соответствовать тому, что можно увидеть в матчмейке. Замечательная поправочка в виде повышенных фондов. Это очень хорошо. Дальше, что я могу быстро сказать, да, из того, что здесь есть. Выглядит, ну, симпатично, симпатично выглядит то, что есть каждое подразделение каждого формата. То есть, хоть паркур, хоть дефолтик, хоть спорт режимчик, хоть рельсоводный формат. И, наконец-то, хоррельщики будут опять зарабатывать кристаллы, а не то, что они получали по нулю и ничего не могли заработать. Да, то есть, с точки зрения, ну, адекватности, да, того, что чилы заходят в свой любимый формат, да. То есть, у каждого свои интересы есть в игре. У хоррельщиков есть интерес играть в хоррельсу, да, не играть в какой-то там матчмейкинг или какие-то еще другие пробитвы. Да, то есть, они на дефолтике заходят в хоррельсочку и смогут бэмсить, бэмсить. Хорошие, хорошие кристаллы, хорошие. Не то, что там было до этого, а будет что-то интересное. Это уже неплохо, это уже неплохо. Дальше, что у нас здесь интересного? По менюшке на пробитву. Ну, в принципе, просто обновленные меню, да. То есть, здесь нету ничего такого сверхъестественного, нет ничего сверхжёсткого. Просто обновленные интервьюшки, ну и сразу, когда вы заходите под пробитвы, выскакивает темочка, с которой написано, что у вас бонус к кристаллам, бонус к опыту, бонус к звездам даже написано 100%. Не знаю, что там за бонусы к звездам, как это будет работать, фиг его знает. Дальше, информация по поводу ограничений на зарабатывание кристаллов. То есть, теперь в пробитвах будут определенные ограничения. Пока что непонятно, насколько они будут большие. Пока что, пока что. Эта информация не точная, да. И она, ну вот здесь на видеоблоге, например, показано, что легенда может, например, в сутки зарабатывать в пробитвах 50 тысяч кристаллов. Я считаю, что это, в принципе, ну, наверное, не конечная цифра, потому что 50 тысяч, ну, это копейки, да. То есть, это мало. Я думаю, что где-нибудь около соточки с премом, плюс-минус за день в пробитве это будет хорошо, это будет круто, если будет такое ограничение. И даже у меня будет в этом интерес. Дальше. Есть информация о том, что можно будет создавать пробитвы теперь самому. То есть, вы сами создаете именно по тем параметрам, которые будут для вас максимально адекватны. В принципе, и до этого это было. Но, 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 я очень сильно надеюсь, пока что такой информации нет у меня, но я очень сильно надеюсь, что можно будет отключить нулевой урон. Потому что для меня лично матчмейкинг с этим нулевым уроном это окей. Но если в пробитвах на постоянной основе будет этот нулевой урон, для чего он там нужен? Для чего? То есть, если в матчмейкинге говорят, что типа там, чтобы слабые игроки могли хоть как-то раздуплиться, там что-то сделать, да, и в этом есть хоть какой-то определенный смысл. То в пробитвах я в этом смысла абсолютно никакого не вижу. Соответственно, я надеюсь на то, что возможность отключения нулевого урона, как просто пунктик и параметр, оно будет работать. И я лично, например, смогу это сделать. Дальше у нас будут определенные вот такие вот списочки, да, то есть, ну в принципе все обновлено, выглядит неплохо, неплохо, неплохо. Не знаю, как оно будет на самом деле. На тест, к сожалению, с этим всем делом я зайти не могу, потому что на тесте этого всего нету. Хотя вроде как говорили, что оно должно быть на тестовом сервере, но ничего нету. Дальше здесь дефолтные картиночки по форматам, также есть отдельные разделы по чатам. То есть, вы по сути можете выбирать определенный чат, где-то даже здесь информация была вот. То есть, вы можете выбирать определенный чат, либо если вы выбираете формат, то у вас сразу автоматически открывается чат, под который формат вы смотрите. Либо вы можете сами вручную его тоже менять. Это все реально. Ну и, ну и есть еще дополнительно интересная информация, которая будет тоже в дальнейшем в наших замечательных про-битвах. Это информация о том, что, вы помните, похоже даже в видеоблоге где-то это уже было. Да, то есть, информация о замечательном тим-кике. То есть, у вас будет возможность, например, убирать тех типов, которые мешают вам где-то в бою. Либо что-то там не реализуют так, как вы хотите. То есть, это возможность команды решить. То есть, у вас там запикалось суперслабое звено, либо там какой-то мульт запикался, который вам руинит катку. У вас будет возможность его просто бам, убрать с радарчика и сделать все так, как было это раньше. Хотя, тим-кик, как по мне, ну, такое спорное, наверное, решение. Такое спорное, да. То есть, я бы сказал, что, ну, типа, в каких-то моментах оно работает, да, это круто. С какой-то стороны, бывает такое, что там тип, например, хорошо играет, а играет за него команда. И она, например, кикает его, чтобы он там не получил дополнительные кристаллы. Это печально. Поэтому я думаю, что там должны быть какие-то дополнительные ограничения. Да, то есть, например, ты максимум можешь кикнуть типа, у которого там за 10 минут там 100 очков. Да, то есть, это очень мало. А если, например, тип хорошо играет, то у тебя не будет вообще никакой возможности его убрать. Также, у нас будет новые форматы. Будут новые форматы, которых пока что информации никакой нету. Но такая инфа есть, как инсайт-инфа, которую нам про, типа, про... Про, 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 я забыл слово, одно интересное. Норма. Которую нам дали, можно так сказать. Ну и также есть инфа о том, что вы, как создатель карты, сможете модерировать бой. То есть, это, ну, упрощенная версия модератора. То есть, по сути, вы сами можете в каком-то смысле отвечать за катку. В каком виде это будет работать, пока что непонятно для меня лично. Но, с одной стороны, это интересная вещь, да. Вопрос лишь только в том, как эта вещь будет реализована, да. Как она будет реализована. И что из этого всего получится. В целом, если подводить итоги замечательных пробит, да. Я могу сказать, что это круто, что у нас возвращается пробитовая меточка. И, возможно, будет у меня лично намного больше интереса играть в эти новые замечательные пробитвочки. А не играть старый замечательный дефолтный матчмейкинг. Но для этого должен быть хороший бомбический заработок в этих пробитвах. Чтоб у меня лично был в этом интерес. А матчмейкинг, например, чисто только ради заданок. Ну и в целом, такая движуха, я считаю, что может окупиться. И может вернуть какой-то определенный процент игроков в нашу замечательную игру. Пишите, что вы думаете по поводу новых пробитв. Кто смотрел видеоблог. Кто уже читал все эти самые замечательные новости. Вопрос в том, когда это выйдет. Я думаю, что, ну, наверное, в ближайшие пару недель уже должна выходить данная обнова. Раз уже по поводу нее говорят в видеоблоге. И она уже, оказывается, была на тестовом сервере. Но я почему-то не застал этот замечательный момент. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.